МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей. На телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрть. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Качественный подход к работе, организация выпускного вечера и электоральная кампания. Глава Гродно Андрей Хмель встретился с педагогами. О чем шла речь? Классный вопрос задали архиепископу Гродненскому и Волковыскому Антонию школьники. Молодежный проект прошел в городской гимназии имени Дубко. Сезонный подъем заболеваемости продолжается. За последнюю неделю количество обращений увеличилось на 11%. На 10 пожаров больше. Январь стал более огнеопасным, чем аналогичный период прошлого года. Верещака, Клёцки, Каравайних и Дьмуховцы. Педагоги нашего города посоревновались в приготовлении блюд белорусской национальной кухни. Новый этап электоральной кампании. В Беларуси стартовал период предвыборной агитации. Он продлится до 24 февраля. Для избирателей это время для ознакомления с программами кандидатов в депутаты всех уровней. Для тех, кто баллотируется в Палату представителей, будет предоставлено эфирное время на телевидении, радио, а также возможность размещать материалы в печатных СМИ. Определены места для пикетов и встреч с теми, кто будет голосовать. С полным списком таких мест в Гродно можно ознакомиться на сайте нашего телеканала. Кандидаты также имеют право открывать избирательные фонды. Тем временем в учреждениях образования проходят диалоговые площадки, где впервые голосующим студентам рассказывают о важности их голоса и выбора. На самом деле очень волнительно в первый раз идти на такое серьезное мероприятие, принимать участие в судьбе своей страны, не побоюсь этого слова. На самом деле ходить с родителями с детства – это как традиция ходить на выборы. Раньше я ходила на выборы со своими родителями и наблюдала за тем, как происходит это мероприятие. И уже в скором времени я смогу впервые сама проголосовать. 25 февраля белорусам предстоит определиться с составом как местных советов, так и депутатов Палаты представителей. Позже будет сформирован Совет Республики и определены делегаты Всебелорусского народного собрания. Досрочное голосование начнется с 20 февраля и продлится по 24. В эти дни участки будут работать с 12 до 19.00. Напомню, в Гродно на 31 депутатский мандат в городской совет претендует 66 человек. Сейчас уже сформированы участки для голосования. В нашем городе их 135. Большинство в учреждениях образования разного уровня. Это одна из причин такого повышенного внимания к студенческой молодежи в период электоральной кампании. Качественный подход к образованию, организация выпускного вечера и электоральная кампания. Глава Гродно встретился с педагогами, чтобы обсудить план работы на предстоящий год. Как подчеркнул Андрей Хмель, вопросов много, а потому ограничиваться заявленной повесткой традиционно не станут. Совместно с руководством школ власти города уже сегодня думают о том, как разнообразить праздник для выпускников. Предварительная концепция уже готова и основная нагрузка, в том числе финансовая, ляжет на горосполком и учреждения образования. Так, сразу после вручения аттестатов и золотых медалей в школах, планируется переезд выпускников на площадь Советскую. Делать это собирается организованно на украшенных в едином стиле автобусах. Далее в программе торжественная церемония и праздничный концерт. Также ожидается фейерверк, после которого выпускной вечер в школах продолжится до утра. Не менее важный вопрос, электоральная кампания также обсуждается с педагогами. Не только на этой конкретной встрече. Подготовка к выборам идет повсеместно. Единый день голосования 25 февраля. Непосредственное участие принимают, конечно же, школы, руководители, потому что в каждой школе есть избирательный участок, в некоторых несколько избирательных участков. Обсудим нюансы, какие есть проблемы, ну и что нужно еще предпринять дополнительно, чтобы все прошло на высоком организационном уровне. Встречи с педагогическим коллективом города проходят ежеквартально. Включили в диалог и свободный микрофон. Каждый мог задать любой вопрос, как лично главе города, так и другим заинтересованным лицам. О семейных ценностях, любви, взаимоуважении и о том, как прийти к Богу. Классный вопрос задали архиепископу Гродненскому и Волковыскому Антонию школьники. Молодежный проект прошел в городской гимназии имени Дубко. За почти два часа беседы в рамках ток-шоу успели обсудить самые разные темы. У меня к вам вопрос. Бывает ли ложь по спасению? Спасибо. Гимназисты спрашивали архиепископа о его жизненном пути, о том, где он учился, как проходит его обычный день и какими качествами должен обладать священник. Также интересовались тем, как создать семью и прожить в согласии с человеком всю жизнь. Я очень рада встрече и очень горжусь, что именно в нашей гимназии нас посидел Владыка. И я считаю, что встреча была очень полезной, особенно для нашего молодого поколения. Очень важно верить в Бога и очень важно встречаться с такими прекрасными людьми. Общаясь с гимназистами, Владыка приводил реальные примеры из жизни. Рассказывал, как люди поступали в той или иной ситуации и что из этого вышло. Объяснил, почему каждый его день начинается с молитвы и заканчивается так же. Именно поэтому разговор получился легким и интересным. Традиционно в рамках ток-шоу выбрали и самый классный вопрос. Он касался семейных ценностей. Радует то, что молодые люди задаются вопросом о смысле жизни. Потому что без осознания того, для чего ты живешь, невозможно построить свое мировоззрение, свое отношение ко всему происходящему. И, слава Богу, ощущается, что дети делают для себя правильные выводы, сталкиваясь со многими искушениями. Все-таки они благодаря образованию, благодаря школе, благодаря тому, что у них есть возможность узнать о христианских традициях, они выбирают правильный путь. И они застрахованы от необдуманных поступков. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями находится на сезонном уровне. За последнюю неделю количество обращений в больницах увеличилось на 11%. Наибольшую угрозу грипп и его осложнения представляют для пожилых людей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями детей дошкольного и школьного возраста, беременных и младенцев. Также в зоне риска находятся те, кто не прошел иммунизацию против гриппа. Им следует избегать контакта с людьми с признаками заболеваний, соблюдать респираторный этикет, чаще проветривать помещения и использовать антисептики. Главная профилактика – это вакцинация. Современные вакцины имеют в своем составе несколько штаммов вируса, что позволяет человеку не заболеть, либо перенести болезнь в легкой форме. Болеют в основном дети, они составляют около 60% от всех заболевших. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то заболеваемость выросла в два раза. Сезонный подъем заболеваемости, как обычно прогнозировался на начало января, это же и произошло. Продлится он, скорее всего, до начала мая. У пациентов с острыми респираторными инфекциями при проведении лабораторного обследования выделяются как вирус гриппа, например, грипп А, H1N1, или как в обиходе говорят свиной грипп, грипп А, H3N2 или гонконгский грипп, и вирус гриппа В. Основную массу составляют негриппозные респираторные вирусы, такие как аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, боковирусы и сезонные коронавирусы. Отличительная особенность гриппа – стремительное развитие. Это внезапное повышение температуры тела до 39 градусов и выше, головная боль, ломота в мышцах и суставах, выраженная слабость. На вторые-третьи сутки появляется сухой кашель и заложенность носа. Первые симптомы заболевания появляются уже через несколько часов после заражения. Тяжелое состояние сохраняется около 4-5 дней. В случае недомогания нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Верещак, Клёцкий, Каравайник и Дьмуховцы – блюда национальной белорусской кухни, приготовили педагоги Гродно. Необычный творческий кулинарный конкурс прошел впервые на базе гимназии номер 6 имени Держинского. Участники – это 9 команд, представляющих учреждения образования Ленинского района. Самые активные их педагоги объединились, придумали название своим коллективом. Среди них – шкварочки, оленкины прессмаки, спокусы, васильки. Представили на суд жюри самые оригинальные рецепты и приготовлены по ним белорусские национальные блюда. Именно они были на столах у наших прабабушек и прадедушек. Акцент мы сделали на том, что блюдо именно посвященное Гроднищине, то есть нашей любимой Гроднищине. Конечно, скажу в свою очередь, что наши конкурсанты настолько подготовились, они искали из разных источников. Мы были приятно удивлены, что сами блюда были для нас некоторых для жюри в новинку. Среди блюд – свежеиспеченный житнево-пшеничный хлеб, аппетитные бабулины-клёцки, румяный дьмуховцы с вареньем, верошака, каравайник и бабка. Каждая команда не просто приготовила блюдо, она изучила рецепт его происхождения и особенности. Мы пропонуем рецепт, какие готовы к роду на купальне, что жили на помеже Зельбинского и Бауковыского районов. Кулага – это универсальная страва. Она готовалась со свежих ягод и летом, зимой брали замороженное. Кроме того, в конкурсе есть важная творческая составляющая. Команды представили свои презентации блюд, а также небольшие программы с песнями, танцами и актерскими сценками. Белорусская кухня – это наша спадщина. Она имеет свою историю, свои традиции, особенности. Ну и, конечно, свою ниткальность. Поэтому молодые педагоги должны заховать и донести их этой традиции. Конкурс стал махчимостью съеднания педагогов и так само выкликал азарт. Не случайно конкурс на лучшее блюдо и рецепт белорусской кухни проводят в год качества. Как сказал глава государства Александр Лукашенко, умные люди сохраняют и развивают все то, что накоплено прежними поколениями. Именно поэтому мы снова и снова возвращаемся к традициям, чтобы сделать жизнь качественнее во всем. Эту идею всецело поддерживает и председатель Гродинского госполкома Андрей Хмель. Именно он и поручил молодым специалистам системы образования придумать конкурс, который стал бы по-настоящему полезным для развития нашего города и региона. Суть конкурса заключается в том, чтобы найти те изюминки, которые есть у нас в городе. Возможно, они исторически существовали, но мы о них немножко забыли. Для того, чтобы наш город привлекал туристов не только своей красотой и только замками, но и каким-то фирменным блюдом, которое бы могло существовать. На 10 пожаров больше январь стал более огнеопасным, чем аналогичный период прошлого года. За первый месяц в Гродинской области произошло 64 пожара, на которых погибли 12 человек. В связи с этим с 1 февраля в Гродно стартует республиканская акция «Безопасность в каждый дом». В центре внимания спасателей, на этот раз многодетные и семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Как отмечает в МЧС, зачастую к несчастным случаям приводят нарушения элементарных правил безопасности. По статистике, главные причины огненных ЧП, в особенности в зимний период времени, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Не теряет своей актуальности и неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. Это стало причиной трагедии, которая произошла 13 января в областном центре. В дежурную службу МЧС поступило сообщение о задымлении по улице Даватара. В считанные минуты спасатели прибыли по указанному адресу и установили, что на пятом этаже сильное задымление. Бойцы МЧС приступили к проведению разведки и поиску людей. С высшей расположенных этажей спасатели эвакуировали двух пенсионерок. Медицинская помощь им не потребовалась. В горящей квартире спасатели обнаружили без признаков жизни 69-летнего хозяйка жилища. Работники МЧС вынесли ее на чистый воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий медработники констатировали ее смерть. Чтобы не стать жертвой пожара, необходимо постоянно контролировать все процессы в домик, связанные с огнем. Неважно, это горящая свеча, печь или кастрюля на плите. Все это нельзя оставлять без присмотра. Ведь последствия могут быть самыми плачевными вплоть до полного выгорания квартиры. 3 февраля в спортивно-биатлонном комплексе «Селец» Новогрудского района пройдут областные соревнования при Неманская лыжня 2024. В них примут участие сборные команды структурных подразделений облсполкома, горсполкома и районных исполнительных комитетов, а также администрации районов города. Это уже традиционные состязания, в которых принимают участие все районы области, в том числе и город Гродно. Соревнования разбиты по номинациям. Руководители и заместители, мужчины и женщины. Всего в команде 4 человека. Общекомандного зачета здесь нет, только личные. По результатам при Неманской лыжне 2024 будут отобраны кандидаты в сборную команду Гродненской области для подготовки и участия в республиканском зимнем спортивном празднике «Белорусская лыжня 2024». Команда, скажем так, объединенная горсполком администрации Ленинского и Октябрьского района определена, состав сформирован, поэтому готовы принять участие и показать свои лучшие, скажем так, секунды. Состязания пройдут в четыре этапа, в каждом из которых одержать победу попробуют не менее шести участников. Дополнительным поощрением станут специальные призы главной судейской коллегии за волю к победе среди мужчин и женщин, а также самый молодой и самый возрастной участник. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А я с вами прощаюсь. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова